Всем привет, меня зовут Даша и я моделист. И в преддверии Международного Женского Дня я хочу поздравить женскую аудиторию моего канала. Да, нас мало, но зато мы сила. Мне очень часто в личных сообщениях пишут, что моделизм это не женское занятие и очень удивительно, что таким видом хобби я занимаюсь. В ответ на это я могу лишь сказать, что у этого хобби не бывает пола. Тем более я хочу заметить, что моделизм это вид искусства, а искусство подвластно и женщинам и мужчинам. Да, может быть тема танков, самоходок, бомбардировщиков не часто привлекает девушек, но моделизм это не только и не сколько про танки. Я обращаюсь к девушкам, которые меня смотрят и недоумевают, и я скажу, что моделизм многогранен в своих проявлениях. Например, взять ту же роспись фигур. Тут уже идет чистое искусство, работа с тенями, оттенками. Тут нужна наблюдательность и аккуратность, что присуще большинству дам. Я считаю, что роспись миниатюры неплохо зайдет многим девушкам как альтернатива классической живописи. Или же взять отрасль так называемого террейна. Это когда моделист воспроизводит какую-либо локацию при помощи подручных средств и красок. А что размещать на таких диорамах, это уже дело мастера. Хотите танка, хотите какой-нибудь мирный сюжет. Например, когда я делала диораму, мне вообще показалось, что я занимаюсь больше дизайном, нежели моделизмом. Да, и диорамы, мне кажется, тоже подойдут многим девушкам как направление в развитии такого творчества, как моделизм. Многие же в детстве сделали дома для своих кукол, а с возрастом ты просто делаешь это более осознанно и, соответственно, более реалистично. Диорама строения, кстати, чем-то напоминает и ландшафтный дизайн. Меня, если честно, удивляет, почему моделизм принято считать чисто мужским увлечением. Ведь тут необходима усидчивость, внимательность и терпение, что чисто по физиологическим аспектам больше свойственно именно женщинам. Да, танки мне не слишком интересны, я люблю больше гражданскую технику, автомобили, грузовики, автобусы. И я знаю, что многие дамы полюбили модели фирмы АВД именно за эту гражданскую мирную направленность тех моделей. Итак, чтобы не быть голословной, сегодня я покажу известных и не очень девушек-моделистов, со всего мира. Естественно, они проигрывают по количеству мужчинам, но поскольку женщины – это редкость в нашем деле, думаю, будет интересно взглянуть и вам на мою подборку. Вначале я говорю, что сюда я включила только тех дам, которые ведут свою активную публичную деятельность в Ютубе или в Инстаграм, ну и на других социальных сетях тоже. Итак, поехали. А начнем мы, наверное, с самой известной дамы-моделистов в мире. Это Анна с канала «Масштабный ангар». Анна родом из Польши и проживает, судя по всему, в Великобритании. Вместе со своим мужем Анна ведет, наверное, один из самых крупных каналов о моделизме на Ютубе в мире. Анна в основном занимается распаковкой моделей, но и довольно часто берет в руки бокореза и аэрограф для постройки моделей на весьма высоком уровне. Не забываю о своем маникюре, в отличие от меня. Единственный минус этого канала – полное отсутствие комментариев при распаковке и окраске самой Анны. А из Англии давайте перенесемся на другой – остров в Японию. Там местная девушка ведет свой довольно крупный канал со 120 тысячами подписчиков. И называется он примерно вот так. К сожалению, весь ее канал на японском, коим я не сильно владею. Даже нету английских субтитров. Что очень жаль. На канале она в свойственной для японцев манере рассказывает о моделях, собирает их. Иногда на канале мелькают модельки танков от фирмы Томия, что логично. Но в основном она увлекается гангамами. И причем персонажами из аниме. Что тоже логично для японского моделиста. Для меня языковой барьер является преградой в освоении материала этого канала. Но сам факт-то очень интересен. Ну что, ребята, всем аниме? Видно, что я стесняюсь. Ганпломилий – канал, который специализируется на постройке моделей гангамов – больших человекообразных роботов родом из Японии. Оказывается, это целая индустрия. И этих роботов огромное разнообразие. Но в России это направление не столь популярно. В суровой России любят танки. Russia Strong. Так вот, на таком мощном канале милая девушка из Флориды показывает, как она собирает эти самые человекообразные роботы. Оказывается, их сборка довольно проста и часто не требует ни клея, ни красок. Так вот, само явление – это очень интересно. Мне очень приглянулось видеорепортаж, где автор канала делает экскурсию по супермаркету, где и продаются эти гангамы. Дана Хоул работает в очень популярном в Америке направлении – Вархаммер. На ютюбе с 16-го года. И ее канал смотрит 56 тысяч подписчиков. У нее очень интересный стиль повествования и работы. И по мне она занимается настоящим искусством. На ее канале есть много уроков, из которых я и подчеркиваю очень много любопытной информации. Хоть и тема Вархаммера и фэнтези мне далека, но ее канал я смотрю очень регулярно. Ведь многие приемы из Вархаммера можно спроекцировать и на военно-историческую миниатюру. А опыт в Тирейне не всегда пригодится при постройке диорам. К сожалению, автор следующего канала забил на его развитие. Карлофон Рихтоффен – небольшой канал, родом из Мексики, где показывается сборка и окраска самолетов, кораблей, а также гоночных полидов. Несмотря на интересную подачу материала, канал прекратил свое существование. Видимо, на канале была слабая отдача, и у автора закончилась мотивация. Кстати, такое часто бывает с начинающими ютуберами. Я и по себе это знаю. Но тут главное не опускать руки и продолжать работать. А теперь давайте перенесемся в Инстаграм. Там орудует дама под ником Нордпринцесса. Принцесса Нердов. Она, как и Дана, занимается росписью миниатюр и показывает свой результат в Инстаграм. А процесс на Твиче. Плюс у нее неплохо получаются косплеи, к оформлению которых она тоже прикладывает свою руку и регулярно показывает его у себя в Инстаграме. А еще у нее есть онлифан сущим мадам, не совсем моделист, но к танкам имеет прямое отношение. Встречайте Софи Лейн. Девушка с необычной внешностью реально фанатеет по танкам. Причем, если я ограничиваюсь масштабными копьями, то она лезет прямо в броню. Она настолько крута, что сама может управлять третьим штуком. И не просто управлять, а даже заводить. Но вы сами понимаете, о чем я. И у нее также есть канал на Ютубе, где она показывает свои приключения с танками. А теперь давайте перенесемся в Индонезию. Мизу Дайкас. Девушка специализируется на доработках автомобилей из серии Hot Wheels. Это очень необычное для наших краев направление в моделизме. Я хочу сказать, что после ее рук непримечательные для меня машинки преображаются в настоящее искусство. Причем это чем-то похожим занимаются и наши соотечественники. Они перекрашивают модели из журнальных серий типа Автолегенд, ну и прочих. При этом она не просто сдирает краску и перекрашивает машинки. Она рисует концепт, пилит, скрещивает и всячески преображает исходный материал до неузнаваемости. Повышает детализацию, красит и получает очень феноменальный результат. Мизу обитает в инстаграме и пока канала на ютубе у нее нет. Ну а что я вам про заморских дам рассказываю? Неужели у нас нет мастерица? Вот и есть. Например, возьмем Катю с канала МКС Восточный фронт. На этом канале она ведет рубрику «Модельная кухня». Ну где же еще девушки заниматься моделизмом, как не на кухне? И подкаст «Катюша», где она рассказывает про общемоделистские темы. И как я понимаю, Катя специализируется на постройках автомобилей в 24 масштабе. Вроде я вспомнила всех известных мне девушек-моделистов, пропагандирующих наше хобби всемирной паутине. Если я кого-то забыла, то напишите об этом мне в комментариях, а также за чьим творчеством вы следите и тоже. Ребята, а вы приобщаете к своих вторых половинок к нашему любимому искусству? И как они реагируют на наше увлечение? Напишите об этом в комментариях, мне будет интересно почитать. Итак, в конце я хочу еще раз поздравить 4,7% моей аудитории с нашим праздником. Желаю быть сильными и в меру независимыми. А мужчинам я желаю терпения и любви. Я пошла делать свою очередную модельку. Встретимся на следующей неделе. Пока-пока.